Тромка, друзья! Случайные наемники, случайные герои, случайные расы. Мы продолжаем смотреть полюбившийся формат. К сожалению, уже, судя по всему, будут последние матчи, потому что вряд ли будут организовывать еще подобные турниры. Но может быть, может быть, может быть. Слева стартует ТГВ, играющий за ночных эльфов. В принципе, ТГВ играет за все расы. Прямо сейчас его прям самая основная раса это нежить. Но при этом он практикует еще альянс, при кратикуют ночных эльфов, практикуют орков. Он достаточно гибкий игрок, при этом еще у него гибкий ум. Соответственно, как раз такой формат, наверное, ему прекрасно подходит. Но с другой стороны, Джонни Кейдж, который также не страдает от консервативности, в том плане, что пускай из-за альянса он играет все свои серьезные матчи. Но так Владдарь может практиковаться за все расы. И, в принципе, демонстрирует гибкость ума. И, соответственно, случайные герои помогут ему это проявить в более крутой манере. Поэтому встреча сильных и гибких игроков должна быть интересной. И надеюсь, что матч тоже будет интересным. Особенно учитывая, что это супер нестандартная карта. Называется Кальдрасил. Собственно, на ней очень много золотых шахт. Как я предполагаю, она изначально для четырех игроков. Но тут играют только два. Домашнюю башню ставит Джонни. Заказывает героя. Эльф тоже заказывает героя. То, что Джонни Кейджу выпали, конечно, и люди достаточно неплохо. Но, опять же, из-за рандомных героев это ни разу не стандартная игра. Это ни разу не стандартный матч. Интересно, что башню все равно на всякие пожарные ставят. Там при этом планируется криппинг лагеря наемников. И планируются наемники, судя по всему. И первый герой это темная охотница для Альянса. С другой стороны, мастер Клинка для Орка. Интересно. Криппинг начинается. Мастер Клинка, это, конечно, сильный персонаж. Изначенный хельф, особенно, он будет приятен. Потому что можно постоянно подходить и восстанавливаться с колодцев. Что круто. Можно его прокачать. Он будет наносить колоссальное количество урона. И, соответственно, будет сильным. В момент я восстанавливаю игру. Не забыл поставить эти... Ну, вы поняли. ХП-бара. Также лагерь наемников крипит Джонни. Ему приятно, потому что это можно сделать с ополченцем. Плюс еще скелетиков можно поделать. Но главное не терять ополченцев. Одного уже потерял. Ну, вроде как, на этом все. Или нет. Нет, его добили. Двух рабочих потерял. Ух, блин, неприятно. Кольцо регенерации. Наверное, приятно. Потому что, как бы, позволяет на ранних этапах быстро восстанавливать здоровье. Плюс еще меньше потребность в колодцах. Поэтому я думаю, это в тему. Видволк прокачал. Дэто хиты, опять же, для криппинга. Сейчас хочет выпустить какого-то наемника. Тут же наемник это ледяной тролль-жрец. Который будет восстанавливать здоровье. Полезно. И ставит ферму для того, чтобы постоянно можно было заказывать наемников. Тут выкупает тоже ледяного тролляжа-жреца. Хм, интересно. Но при этом, ну, как бы, повезло на рандом, да. Второй это Revenant of the Tides некий. Тоже сильный товарищ. Потому что у него неплохая броня. 400 здоровья. Может часть урона в себя впитать. Может танковать немного. Виденц Богородства купил. Продал телепорт. Чтоб чуть больше урона. Было чуть больше статов. В это время темно-охотница прокачивается. Тоже кольцо регенерации выпало. Для нее это не очень круто. Она все-таки не танкует урон. Но с таким артефактом, возможно, теперь имеет смысл. Перчатки силы. Тем временем, ТГВ планирует, судя по всему, играть агрессивно. Он заметил, что тут закрепили. Он видит, что тут наемников нет. Будет ставить виспа. Не хочет. Хотел изначально покрепить красную точку. Но отказался, потому что понимает, что это будет крипджек. А ТГВ, судя по всему, понял, что оппонент там был, но ушел. О, кентавр-ручник вышел. Прям куча наемников. Т2 уже наполовину сделано. Тут Т2 еще не заказан. Куча рабочих на дереве. Я предполагаю, что изначальный план был у Джонни поставить дополнительную базу. Как-то закрепив эту точку. Но его немного оттянули от этого. Хотя, с другой стороны, он все еще собирается это сделать. Отправляется наверх. Собирается скрепить большую красную точку. Интересно, сможет ли он это сделать на таких ранних этапах. В принципе, там сверхсильных крипов нет. Хотя, вот этот вот тускарский вождь достаточно опасный. Он очень много урона наносит. Просто, смотрите, какие куски он отрывает. Но темная охотница просто может запринховать все. Два тускара уже упало. Третий уровень есть. Вторая темная стрела. Надо быть аккуратней. Отправляется наверх. Вис поднимается наверх. Есть информация, что там находится враг. Много тут юнитов теряет на самом деле Джонни. Но тем не менее, точка закреплена. Ему попадает в лейта меткости. На дистанции очень приятная. Если он будет делать стреляющих юнитов. Там, стрелков, например, каких-то. Также еще Виндигу взял. Джонни. И будет попытка как-то отменить ратушу. Не хватает третьего уровня мастера клинка. Очень много такого бегал. Ничем особо не занимался. Но вот забирает рабочего. Под кольцом регенерации он достаточно крепкий. Пытается забрать еще пехотинца. Еще немного опыта. Не получит он за это. Ооо. Спрятался, смотрите, между башней, за рабочей. Жреца устанавливает ему здоровье. Может быть, сможет все-таки как-то атаковать. Но уже не сможет убить одной пичкой. Это было раньше подходить. Пытается забрать троля. Все-таки он очень тоненький. Тролль прячется. Но. Но. Нет, да не может пройти за ним мастер клинка. Как же Микри тут Джонни. Маневрирует рядом с башней. Круто получается. Кстати, это вот мировое древо. Кстати, сейчас обратите внимание. Оно только одно. Да, это типа у подножья мирового древа. Красивая карта. Древо жизни тем временем было построено. Отправляется на золотую шахту. Эльф тоже собирается делать базу. Два древа мудрости. Т2 есть. Второй герой заказан. Да, второй герой заказан. И уже очень скоро появится. Вторая башня. Альянс тоже скоро нажмет Т2. Как только накопит золото и дерево. В принципе, самое главное, что он уже поставил дополнительную базу. Она уже начинает работать. В то время как эльф сначала закрепит эту точку. Потом посадит древо жизни. Потом пройдет еще медута, пока он древненько плетет. А за это время уже шахта полностью окупится у Альянса. Магазин ставит. Это Нага вторым героем. Мастер клинка Нага. Вот такая вот композиция. Героев. Темная охотница крепится. Она, кстати, не вторую темную стрелу прокачала, а второй жизнесос. Поэтому у нее... Она прямо очень крепкая под кольцом регенерации. Прям очень крепкая. Можно много здоровья восстанавливать. Прикольно, оригинально. Пошел криппинг. Где вообще мастер? Ха! Покупил краба. Макруху. Макрура снэп. Макруха. Криппинг идет. Странно, что древо жизни... А, не доконтролил. Почему-то дерево это не хочет съесть. Видимо, она не может дойти до этого дерева снизу. Прям много времени сейчас потеряет. Мастер клинка бы, конечно, прокачать до третьего. Но я думаю, с одного этого тролля не получит. Да, не хватает. А, там еще тролль есть. Окей. Тогда теперь точно получит третий уровень. Здание готово. Сейчас будет второй виндволк. И он может бегать, заниматься разведкой. Пока, например, Нага тоже прокачивается до третьего. Темная охотница уже четвертого уровня. У нее есть пост с телепортацией, сапоги. Быстрая Акимауния. Можно орку купить здесь. Еще сапоги свои, да, чтобы он догонял. Он это и сделал. Как я люблю природу. Там уже две башни. Третья башня прокачивается. Это два наполовину сделаны. Выходят дриады. Пока что массово. Дриадами можно рассеивать скелетиков. Поэтому они против темной охотницы неплохо заходят. Наши воины вступили в бой. Ой, темная охотница тут пытается помучать. Она не дает возможность сесть в дереву. Соответственно, не начинается оплетение рудника. Неприятно. Но темная охотница тут не должна умирать ни при каких обстоятельствах. У нее и сапоги есть. Если ее там будут перехватывать, она может нажать посох телепорта. А если вообще адский заступ какой-то будет, можно нажать свиток. Криппинг дальше пошел. Наку просто хочется прокачать до третьего. Для начала до второго. Но, конечно, в идеале до третьего. Высасывает здоровье. Дриады войны потеряны. Но это не проблема. Потому что все равно не делал там юнитов. Это чисто танк. Стек телепорта, видимо, надо будет сжать. Все-таки второй жизнеотвод, как вы видите, не освободит и спас. Макрура выжил. Сейчас он будет под колодец идти останавливать здоровье. Прокачка, про уровень. Выпадает зелень и уязвимость. В принципе, приятно, само собой. Венец Погородского хочет купить, я думаю, да? Нет, после телепорта. Т3 заказан. Выходят медведи. Там тоже сразу Т3 заказывается после Т2. Заказывается второй герой. Рандомный. Посмотрел, закреплено ли это точка. Видит, что нет. Возможно, с лаборатории что-то пропалил. Темная охотница вниз побежала. Проверяет, что где когда. Ей было воспользоваться жизнесосом, чтобы восстановиться. Оп, лис. Успеет взорваться. Наша священная роща свернена. Крошера вы купили сверху. Да, эльфу купил крошера. Все-таки с лиспоком очень мало дерева идет. А дерево, те же триады, требуют очень много. Так, главное юнитов не терять. Что-то ребят, конечно, не доконтроливают немного. Ребята так-то сильные. Но, видимо, как бы турнир фановый. Поэтому ребята и уфанятся. Прям вовсе. Тинкер вторым героем получился. Темная охотница Тинкер. Это прям орда какая-то. Сильвана и как его... Ой, забыл, как зовут лидера гоблинов сейчас в World of Warcraft. Который в шляпе такой. Принц Гал... Что-то... Принц Гал... Что-то там... Галя, короче. Принц Галя. Не так, конечно, но... Не важно. Просто Галя. Делается ночное зрение. Делается первая броня. Кстати, вообще, на самом деле, Тинкер сейчас достаточно полезный персонаж. Потому что завод против дряд отлично заходит. И, в принципе, Тинкер это крутой персонаж. Потом на ракеты можно будет переучиться. Он будет полезен против медведей. Куча вариантов развития есть. Безликий товарищ появился. Второй уровень у Тинкера появился. Света точка пассивка. Терри Рубогоблины быстрее появляются. Тёмная охотница просто выигрывает время. Напрягает оппонента. Магазин ставят на всякий пожарный. И... Два авиария планируют выйти в грифонов. Грифоны for the victory. Тинкер хочет до третьего качнуть. О, сможет ли забрать? Да, должен забрать. Да, забрал. Кустальный шар. Теперь он всё видит. К удаче. Однозначно к удаче. Кстати, сферу яда взял Наги. Для того, чтобы она, как бы, не тратила ману на ледяные стрелы. А у него всегда была мана на молнию. Что резонно. Потому что молния позволяет наносить много урона. Т3 есть. Третий герой пока не заказан. Качает богословение природы. Для того, чтобы здания были крепче и быстрее передвигались. Тут третий герой уже заказан у Джони. Грифоны пошли. Т3 ставят также мастерскую. Видимо, планируют то ли там мортиры, танки какие-то. Тут много вариантов есть. Омоложение для мастера клинка. Надо доходить. Омно охотница. Она, в принципе, может жить под мастером клинка. Но если мастер клинка будет рикритовать, то мама не покажется просто. Идёт преследование. Я смеюсь в лицо опасности. Дережабль. Лич. Лич у Альянса. Интересно. Тёмная охотница. Лич. Прям фантастика просто, да? Став купил. Боб крут. Если боб 3 стаффа суммарно. Древо войны. Чисто для того, чтобы стенка какая-то была. Мастер клинка увидел авиарий. Видит, что есть грифоны. Соответственно, должны быть какие-то древо мудрости. И выходы гипогрифов. Дережабля хотел залететь. Но тяжело. Медведь с первым грейдом на защиту. Дережабля можно круто очень контролить. Нага пытается здесь зафиксировать урон. Иллюзии используют. Завод ставится быстро. Должно бы всё развалиться. Дережабль очень круто спасает юнитов с помощью Дережабля. Он там поученцы выходит. Плюс сейчас сзади мартира стреляет под рядом. Вообще ситуация достаточно странная и страшная. Для эльфа атакуют Дережабль. А медведи страдают от грифонов. Они уносили дополнительные уроны. Узивность нажала мастер клинка. Много поученцев погибло. Сейчас развалится Дережабль. Нет, всё-таки он успел отойти. Удоги с потерями, но Альянс смог отбиться. Но с очень серьёзными потерями. Это уж точно стоит сказать. С другой стороны у эльфа тоже немало погибло. Вот Дережабль. Минус. Да, это получается минус Макрура ещё. Потому что они куда отсюда не уходят. Сделает. Древо жизни ещё одно. На низ хочет поставить, да? Третьего героя заказывает? Пока нет, ресурсов не хватает. Наши войны. Need more resources. Ой, нет, медведь. А как он тут оказался вообще? Третий уровень у Тинкера. Второй завод. Ещё медведь! ТГВ, алё! Ты чё? Какой? Чё за фит? Я не понял. ТГВ. Да как так? Кстати, мастер клинка со сферой яда. На секундочку, да? Как я люблю природу. Как я люблю природу. Я, кстати, видел матч в рамках этого турнира, где мастер клинка бегал со сферой проклятых. То есть нежить и выпал мастер клинка. Звучит круто, да? Ммм. Ну, что, стоит закрепить, но там, с другой стороны, альянс скрипит куда более крутую точку. С другой стороны, у него тут основные грифоны, а грифоны не могут атаковать границного голема. Третий герой там заказан вообще? Да, заказан. Наши войны вступили в рот. Клича очень много опыта тут получит, да? Став, и тут выпадает. Аура Архимага! Ну, потому что Альянс, все правильно. Не, ну, Аура Архимага, это сильно. Потому что Тинкер может чаще пользоваться своими ракетами. Я думаю, ракетами, ракетами, ракетами. Надо только переучиться. Лич тоже от маны не откажется. Базу тут дополнительную. Ставят, тем временем. У грифонов вообще грейдов нет. Странно даже. Кузницы могут прокачать. Тут нашли точку. Аура по 1, а выпало приятно. Завод на защиту заранее. Потому что понимает, что будет атака. Мастер Кринка почти 5 уровня. Можно, кстати, в кастеров выйти. С учетом того, что есть Аура Архимага. Там парочку волшебниц, жрецов лишними не будут. Под Иннерфайером, все. Пускай Аура Архимага это не особо сильное. Сравнительно со стандартным Архимагом. Но, тем не менее, реген есть реген. А контроля у него нет вообще. Ну, хотя ново. Замедление, конечно. Тоже типа контрольного. Выход великанов. 0-1 грейды. Делается второй грейд на защиту. Делаются пассивочки для великанов. Ну, опять же, с грифонами тяжеловато будет. Где древо мудрости реально? Как он планирует убеждать воздух? Толстого сосклача переплатывает. Называет оттентов. Там став вообще на самом деле есть. Лен, видимо, на перезарядке. Йети. Ой, вот дробогоблины подстопили. Неприятно. И все-таки базу тут достраивает. Более того, тут уже две башни готовы сейчас уже будут. Поэтому тяжело. Грейдов на защиту зданий пока не сделали. Странно, что в кузнице не делают улучшения. Для грифонов каждый грейд очень важен. Грейд там еще и флейта меткости есть. Просто сравните. 45-55 без грейдов. С грейдами 48-88. То есть вдумайтесь в это число. 48-88. Не знаю, урон шел в два раза. Ну ладно, не два. А вот на 50% увеличивается. Очень много. Пятый боит мастер. Соответственно, прокачал третьи криты. Если критонет, то там просто мама не покажется. А у ТГБ третьим героем выпадает панда. Найс, панда, конечно. Мастер клинка. Нага ведьма. И пандерийский пивовар. Да, вот наконец-то в кузнице решил грейд сделать на защиту. Это, конечно, не атака. Но он работает и на мортира, и на грифонов. Великаны пошли. 0-2 защита. Поэтому великаны очень крепкие. Дриады есть против грифонов. В принципе, герои еще могут атаковать. В принципе, панда еще может дышать. Неуязвимости бы собрать героя. На свитке телепорта летит наверх. Для того, чтобы защититься. Там пытаются вынести древо жизни. Успеет ли уничтожить? Телепорт прожимает. И все-таки древо жизни выживает. Потому что виспы ремонтировали. И потому что есть благословение природы, которое дает дополнительную броню. Соответственно, размен телепортами произошел. Пытаются отремонтировать древо жизни. Идет на экспант сюда. Потому что явно там сейчас можно попытаться пронести. Завод заранее ставит. Пятая темная охотница почти. Но, скорее всего, она прокачает третью жизнь в сос. Крошер нашел нейтралов. Нейтралам не понравилось, что они дошли до него. Но можно просто вниз пойти и там начать добывать. Третья броня делается всем юнитам. Там, дриадам, великанам, медведям. Ну, учитывая, что есть аура по один, это, конечно, прям очень колоссальная защита будет. Просто колоссальнейшая. Тяжих великанов будет супертяжело уничтожать. Четыре грифона. Две... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть грифонов. Три мортира. Четыре мортира даже. Наши воины вступили в войну. Огненная сфера улича, кстати. Там, кстати, огненная сфера имеет смысл, потому что медведь использует там уважение, а колодцы могут именеть эффективными быть. О, страдает здесь в итоге и грифоны, по ним мощное дыхание проходит, пускай, первого уровня. Но, тем не менее, дриады очень страдают от мортир. Нужно сделать ставку на то, чтобы убить мортир. В первую очередь, это к исцелению. Прожимает, тогда ты пить тимкер, а тимкер под критами. Алло! Умирает, охренеть просто. Но, сколько тут все. Да, почти уже закончились грифоны. Мортиры почти закончились. И, соответственно, сейчас очень большие проблемы у Джонни Кейджа. Все, падает. У Джонни проблемы серьезные. Да, падает завод. Все такое побитое, перебитое. Кошмар, просто лютый кошмар. Есть стаффы, если что. То есть, можно возвращать домой, восстанавливать здоровье. Тем же грифоном, учитывая какой-то дорогой юнит, лишним это не будет. Ну вот, 1-3 грейда, а там 0-1. Согласитесь, разница ощутимая. Новые мортиры пытаются делать. Ну, сейчас новую мортиру перехватят просто. Подрядом можно выстрелить. Ну, да, он стреляет подрядом, это круто. Пытаются убить мортиры. Мортиры пытаются не умереть. Да. Можно уворачиваться от мортир, конечно, если двигаться. Мастер Клинка продолжает нарезать. Дальше. Можно пытаться быстро забирать медведя. У них тяжелая броня. Грифоны по ним больше урона наносят. Пытаются забирать ряд. Вроде как отбивают оппонента. Мастерскую пытаются убить. На-ка! Успел нажать телепорт, антидесяти здоровья. Кстати, вышел в рыцарей для того, чтобы как раз какой-то урон наносить по великанам. Рыцари даже без грейда. На урон у них есть тяжелые клинки. Которую броню делает. И да, меч качает, потому что меч улучшает урон и грифонам, и рыцарям. Полезно. Но в итоге у всех есть базы. Все работают, хилят и живут. Наш рудник истощен. Тинкер восстанавливается. Верхнюю красную точку хочет забрать. Потому что это полезное выпасть. Проблема в том, что там гранитный голем есть, а грифоны его просто не атакуют. А тинкера бы подождать для ремонта. Точнее для прокачки. Ну и плюс еще неуязвимость в магазине желательно купить. Особо ставку на наемников сейчас не делают. О, поставил древо ветров и собирается уже выйти в гиппогрифов для того, чтобы легче с грифонами было воевать. Начинается война. Пятая темная охотница. Лич третий. Вторая нова. Гранитный голем падает. Что-то попадает, интересно. Тинкер просто последнего кинул. Вах. Ну это топ, конечно. То есть у него аура архимага. Аура таурена. Просто быстро бегаешь. Ману восстанавливаешь. Просто кайфуешь от жизни. Плащ теней выпал. Но... Хотя нет, есть сот. Просто завтыкал немного. В принципе, артефакт не такой важный. Ну это минус древо жизни, судя по всему. Его не успеет спасти, если будет телепортироваться. Сколько там золота. Снова неплохо залетело. Блин, видите, как лич атакует огненная атака. И дико непривычно прям. Ну имеется, типа, атака огнем у него. Анимация. Ну, тут, видимо, надо жать телепорт. Телепорт есть в темной охотнице. Гиппогрифа забрали. Старается. Мастер Клинка отходит. Не хватает просвета, на самом деле. Там порошка какого-то. Всегда телепорта жмет. Зарет ли еще одного? Крит, 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 крит. Успел. В итоге более-менее отбился. Ну, для Альянса это выгодно. Потому что он уничтожил золотую базу оппонента. Соответственно, чуть-чуть уменьшился доход. Выбивает ряд. Потому что хочет выйти в желтый лимит. И добывать нормальное количество золота. 7 золотых с подхода, а не 4. 5-3-3 по прокачке. А там 5-5-3. То есть 5-3-3 это хуже, чем 5-5-3. Это уж точно, да? Нага при этом еще... Ну, вообще, Наги ледяная стрела тут не нужна. Учитывая, что она со сферой ходит. Могла переучиться, например. А, нет. Она ходит с ледяной стрелой все-таки. Едовитую сферу передали. Просто, наверное, можно было бы на мана щит переучиться на всякий пожарный. Книга забвения. Хочет на ракетки перейти. Почти уже вторая пассивка будет у него. Неуязвимость бы закупил бы. Светы к исцелению есть. Но у него нет неуязвимости у героев. Это правильно? Нет, думаю. Потому что мастер клинка может закритовать 2 раза подряд. И будет больно. Там когти атаки. Есть сфера. Плюс 21 урон. То есть сколько там в среднем урона? 53-75. То есть 64 урона в среднем. Четырехкратное увеличение урона. Сто... Как-то же... 64... 128... 250... 200... Короче, 250 плюс урона за крит он будет уносить. О, Элдер Войд Волкер. Вой Войд Волкер. Какой-то уже очень жесткий кент. Самое главное. Он у него фаус урон. Поэтому он реально разваливает. У него какие-то еще способности есть. Ману... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нага! Вау! Вот этот вот фокус. И при этом опять же. Ракеты, ракеты, ракеты. Старается. Ману жизнь усасывает из мастера клинка. Много урона носит. Ракета вылетает. Ставит здесь вынести воздух. Для того, чтобы Грифона его спасти. Умираете временем Тинкер. У него куча пассивок. Нет, ставят его. Пытаются спасти. У него КП почти не осталось. Снимает с него восстановление здоровья. И добивают смерть Тинкера. Это, конечно, неприятно. У него очень много полезных пассивок было. Ну, вроде как Эльф тут проигрывает в этом сражении. Конкретно, по крайней мере. И Грифоны продолжают свою атаку. У них есть первый крейд на урон. Мастер клинка пытается пройти. Минус две амортиры. Четвертый уровень у панды. Взяли антимагической защиты. Прокачал. Пытается добивать, в первую очередь, вертолеты. Панда. Светок телепорта пытается поражать. Уходит, соответственно. Ну, и можно тут два вертолета убить. В принципе, мастер клинка почти шестого уровня. Как я люблю байдлнет хосты. Видимо, так и выжалуются на пинку. Наши воины вступили в бой. Очень побитый великан. У него 3-3 крейды. Ну, вы тоже поняли. Джонни говорит тоже, что у него высокий рейд. Наши воины вступили в бой. Так, пытается спрятать. Тут, видимо, база будет уничтожена такими темпами. Наконец-то убивает нейтралу. Из-за нейтралу уже задолбали. Шахта. А, молния есть у этого товарища. Фига. Пытается мастер его забрать. Да, бойт его убивает. Нет? Не может дойти? Да, убивают. Став! Ой! Неприятно. Окей. Так, телепорт есть у... Надо леча. Хотя лечу придут телепорт просто, но тем не менее. Леча надо тычховать как-то. Ну, сейчас нам ему телепорт придут, и он уйдет, да? Да. Летит вниз. Потому что там база горит. Она восстанавливается. Потому что панта, опять же, своим дыханием прогоняет вертолеты. Девятого уровня потихоньку прокачивается. Сверху база, кстати, начинает работать у эльфа. Почти уже оплетение рудника закончилось. Я готова. Я готова. А, как я люблю природу. Великаны. Кошмар. Просто лютый кошмар. Дальше. Хочется брать все-таки. Боим, там по три гена, мацтапа. Скорее, ману все потеряет. Там танки, кстати, делают. Не, успеют забрать, окей. Еще стафф! И вот уходит другое место. И надо уходить, иначе он не уйдет уже. Охренеть просто. Что за матч, а? Так, важная битва. Там грифонов не особо много. Ман нет у мастера. Но он все равно носит колоссальное количество урона. Единственное, что он умереть может. Стафф есть, да. Стафф будет двое мастера. У него нет после телепорта, потому что он быстро никак не вернется. Медведь умирает. Наверное, зря он тут вообще пытается сражение принять. Вместо эльф. Потому что под башнями, в хорошей позиции. Мастер Клинка уже ушел. Медведи заканчиваются. Офигеть, как много урона наносит, конечно, этот Войт Волкер. Офигеть, он прям реально разваливает. Он прям реально разваливает. Сейчас нога умрет, а на телепору шмет для того, чтобы не умереть. Тинкер? Мне кажется, ли он своего тинкера атаковал грифонами? Нормально. Everything is fine. Знаете, как в том мемасе? Everything is fine. Так, ну там панда есть. Сверху танки подходят уже. Против танков у эльфа мало урона есть. Но он может поставить много требований, например, ими как-то отбиваться. Многие так делают. Лимит они не занимают. Дешево и сердито. Мейн куда-то переходит или что? А, Мейн перекопался сюда, собственно, да, все правильно. Спящий пробудился. Спящий пробудился. Одна база есть, вторая база снизу, еще одна строится. Вторая рабочая имеет с виду. Неуязвимость есть. Когти продал, плюс пять, я так понимаю. Мантия интеллекта. Наша священная роща осквернена. Кулича теперь все артефакты. Ну, еще нет, у него восстановление маны. Ну, короче, у каждого героя по одной ауре. Так, вроде как уходит. Мастер с неуязвимостью, поэтому не боится фокуса. Уходит. Панда, кстати, тут стоит, она одна. Главное, чтобы она не погибла здесь. Не заду по этим. Уходит. Посок умрет ли? И за воин волкера умер. У него вообще есть армия. У эльфа. У эльфа есть армия. Мастер нажимает невоязвимость. Там на Густавну, я так понимаю. Да, на Густавну. Воин волкера пытается убить. Ремонтирует древо. Шестой уровень. У боида пытается ультимейт поражать. Пытается, пытается много урона. Умирает, наконец-то, воин волкер. Он много урона наносил, поэтому. Опасно. Шестая темная охотница. Ворует ряду. ДГВ ливает. И в итоге выигрывает тут Джонни Кейдж. Вот такой вот забавный матч. Необычный. Конечно, крутой режим. Очень свежо, скажем так, да? Спасибо большое, что были со мной. Всем до встречи и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok